Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем читать книгу «Второзаконие» и сегодня обратимся к неким словам из главы седьмой. Начиная с одиннадцатого стиха. Итак, соблюдай заповеди и постановления и законы, которые сегодня заповедуют тебе исполнять. Если вы будете слушать законы сей и хранить, и исполнять их, то Господь Бог твой будет хранить завет и милость к тебе, как Он клялся отцам твоим. И возлюбит тебя, и благословит тебя, и размножит тебя, и благословит плод чрева твоего, и плод земли твоей, и хлеб твой, и вино твое, и илей твой, рождаемый от крупного скота твоего. Отстат овец твоих на той земле, которую Он клялся отцам твоим дать тебе. Благословен ты будешь больше всех народов. Не будет ни бесплодного, ни бесплодный, ни у тебя, ни в скоте твоем. И одолит от тебя, Господь, всякую немощь, и никаких лютых болезней египетских, которые ты знаешь, не наведет на тебя, но наведет их на всех ненавидящих тебя. И истребишь все народы, которые Господь Бог твой даст тебе, и скажешь, если скажешь сердце твоем, народы эти многочисленные меня, как я могу изгнать их, не бойся. Вспомни то, что сделал Господь Бог твой с фараоном и всем Египтом. Вот простое слово, конечно, хотя оно и относится к самому началу книги Второзакония, седьмая глава, относится это не только к заповедям, перечисленным седьмой главы, или тому, что мы читали в шестой главе, или это относится и к тем заповням, которые будут написаны и далее, по всему пространству книги. В целом, если ты будешь слушать слова, которые говорит тебе Бог, то будешь ты благословен и будет тебе хорошо во всех отношениях. Ну, мы знаем, что такое хорошо, мы примерно себе нарисовали, но здесь неожиданно, на мой взгляд, несколько неожиданно, ну, по крайней мере, необычно, вот эти качества жизни народа, они приведены в несколько, ну, вот такой особенной форме. То есть, если ты будешь слушать заповеди Бога и исполнять их, то ты будешь плодоносен, будет плодоносен твой скот, будет плодоносно твое семя, которое ты садишь, лиса, пшеница, рожь, елей, виноград, и все, что плодоносно цветет и питает нас, будут наполнены плодоносием, и дети твои будут плодоносны, и не будет болезней, истребляющих твой народ, и все враги твои будут побеждены. Мы-то привыкли соотносить исполнение заповедей Божьих с неким личным процветанием в материальном плане. Ну, именно нам это, вот, если, например, скажем, сказали бы мне, соблюдай заповеди, я спросил, а что мне за это будет? Вот будет мне за это хороший дом, будет мне за это, ну, скажем, хорошая машина, большая зарплата, вот, замечательный какой-нибудь коттедж или отдых где-нибудь на Бали или на Мальдивах. Будет? Ну, тогда я буду исполнять. Вот об этом ничего не говорится, говорится о других вещах, которые нам, кажется, не очень важны до поры, до времени. Только потом, когда мы сталкиваемся с тем, что у нас есть двухэтажный, трехэтажный коттедж, у нас есть три замечательных, дорогих или больше машин, у нас есть замечательные квартиры, у нас есть огромная зарплата, и я уже не первый раз отдыхаю на Мальдивах, но у меня нет детей. Странно, у моего друга тоже нет детей, и у друга моего друга нет детей. А вот у моей двоюродной сестры есть дитё, есть, выросло, слава Богу, одно, кое-как выходили, выничали, но оно бесплодное. У него нет детей. Я не понимаю, как так? Вот нас, три-четыре успешных человека, замечательных семьи с коттеджами, с машинами, с квартирами, с отдыхом, ну, у нас нет продолжения. Нам некому это оставить. Что ж такое происходит-то? Как же это? Ну, хоть бы по одному как-нибудь, всё бы неплохо. Вот, было бы, если бы завести, но и одного нет. И когда ты начинаешь понимать, что это не случайное какое-то дело, что это некое явление, всё распространяющее. Ну, ладно, скажем, размножение того или иного народа. Хотя теперь оно нам очень важно. Оно важно нам просто, скажем, даже в типично утилитарном смысле. Мой род, вот я хочу хотя бы одного ребёнка-то родить, оно нужно и в государственном смысле, когда огромная территория, которую мы не можем заселить нашим народом, когда мы не знаем, что нам делать перед лицом размножающихся и увеличивающих своё присутствие на нашей земле иных народов. Это становится не просто частным делом, это становится народной проблемой и народной катастрофой. Почему у нас нет детей? Но и наши леса не размножаются, а горят. И наши поля не плодоносят, а приходят за пустень. И скот у нас идёт под нож. И ничего не процветает, не размножается на этой земле, а только снижается и снижается и снижается поголовье, численность, популяция, того, другого, третьего, рыбы нет, птиц нет, этого нет, того нет, плодоносия нет. Мы, конечно, понимаем, что всему причиной экология или плохая политика. Второзаконие нам говорит, что нет, всему виной то, что народ не исполняет заповеди Божьи. Ну, ладно, а как? Вот же много народов, которые не исполняют заповеди Божьи. Где? Не так уж и много вокруг народов, не исполняющих заповеди Божьи. Например, вокруг нас множество народов, где дети уважают своих родителей, где сын не посмеет не сказать ни одного дерзкого слова ни своему отцу, ни своей матери. Где жена слушается мужа и не посмеет восстать против него. Где большинство заповедей, перечисленных в второзаконии, исполняются. Где инвалидов не обижают, где нищих не презирают, где больным людям оказывается помощь. Так ли много народов, не исполняющих те заповеди, которые перечислены в книге второзакония. Да, в книге Левит перечислены другие заповеди. И большинство народов, окружающих нас, их не исполняет. Но ведь и мы тоже. Ведь и наш народ отнюдь не исполняет сицело то, что, скажем, требуется с духовной точки зрения. Надо причащаться, надо исповедоваться, надо стяжать благодать Святого Духа. Надо жить только Богом, молитвой. И мы этого не исполняем. Но книга второзакония говорит не о заповедях высокой жизни. Она говорит о заповедях человеческой жизни. И вот если ты не исполняешь заповеди человеческой жизни, то то, что является основой существования тебя как семьи или народа, оно истощается, истончается. Оно превращается в ничто. И сколько бы ты ни старался наполнить плодами свой дом, ничего не получается. Сколько бы ты ни пытался выжить урожая из этой земли, он не выжимается. Сколько бы ни пытался сохранить лесов, они не сохраняются. Сколько бы ни пытался наполнить себя сокровищами недр, эти недра истощаются. Все приходит к завершению и запустению. Потому что все это дано для народа, если он приносит плоды. Как в притче Иисуса Христа, в которой сказано, что если арендаторы не дают плодов Богу, то виноградник отнимается и отдается другим. Если мы не исполняем человеческие заповеди на этой земле, то как народ мы перестаем оправдывать свое бытие. Ведь это мы называем себя народом богоносным, народом, который особенный и лучше всех народов. Тогда мы должны стать образцом человеческого отношения к человеку прежде всего. Мы должны исполнить то, что велено исполнить в отношении к человеку. И сам Бог обличает нас, показывая, что вот смотрите, плодов-то у вас нет. Нету никаких ни тех, ни растительных, ни животных, ни человеческих. Нет плодов. И мы должны, увидев эту ситуацию, опомниться и изменить свое отношение к человеку, к человеческому, к устройству человеческого общежития. Если мы хотим, чтобы дальше нас, народ, был, надо изменить отношение ребенка к родителю, отношение женщины к мужчине, отношение народа к власти, отношение всякого человека к живому существу и к природе, среди которой он живет. И мир вокруг нас изменится. И дополнение к этому о том же самом. И продолжает уже тему, кстати, сказать и враги наши, которых всегда было много, к сожалению, но мы всегда их побеждали. Побеждали именно потому, что народ наш исполнял заповеди Божьи. И перестанем побеждать, когда народ наш перестанет исполнять эти заповеди. Если мы хотим торжествовать над нашими врагами, мы должны вернуться к тому, что требуется естественным человеческим законам. И вот восьмая глава, она дополнение к этому тоже пишет, начиная с 10 стиха. И когда будешь есть и насыщаться, тогда благословляй Господа Бога твоего за добрую землю, которую Он дал тебе. Берегись, чтобы ты не забыл Господа Бога твоего, не соблюдая заповедей Его и законов Его и постановлений Его, которые сегодня заповедую тебе. Когда будешь есть и насыщаться, и построишь хорошие дома, и будешь жить в них, и когда будет у тебя много крупного и мелкого скота, и будет много серебра и золота, и всего у тебя будет много, то смотри, чтобы не надмилось сердце твое, и не забыл ты Господа Бога твоего, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, который провел тебя по пустыне великой и страшной, где змеи, василийские, скорпионы и места сухие, в которых нет воды, который источил для тебя источник воды из скалы гранитной, питал тебя в пустыне манной, которой не знали отцы твои, чтобы смирить тебя и испытать тебя, что впоследствии сделать тебе добро, и чтобы ты не сказал в сердце своем, моя сила, моя крепость, приобрели мне богатство сие, но чтобы помнил Господа Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство, дабы исполнить, как ныне завет свой, который Он клятвою утвердил отцам твоим, если же ты забудешь Господа Бога твоего, и пойдешь вслед богов других, и будешь служить им и поклоняться им, то свидетельствую вам сегодня, что вы погибнете. Всего лишь, вот, восьмая глава даже не говорит о тех, о вообще о всех заповедях, множестве которых перечислено во второзаконии, ты просто благодари, благодари Бога, и никогда не смей сказать, что это Я приобрел эту землю, что это усилие наших рук сделали народ наш великим, пусть люди, не знающие Бога, это делают, они не знают Бога, но люди, знающие Бога, свое знание Бога тем и подчеркивают, что они благодарят Его за эту самую большую страну, за эту самую богатую землю, за это самые зеленые луга, за эти реки, за эту землю, за этот народ, который готов проливать кровь, чтобы жили другие народы, и чтобы продолжалась жизнь, за это мужество, за эту храбрость, за эту силу, которую порой невозможно сдержать, за все это нужно благодарить, ибо если мы забудем, что Богом жив наш народ, вот мы, верующие люди, забудем, что Богом жив наш народ, то, конечно, вот, будущности у нас не будет. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok